Если реализуют его, то, скорее всего, только один раз пивот он как раз произошёл, и дают ему уйти, заюзает сферу, понятное дело, ничего ты с ней не сделаешь, и потом уже, ну, стандартный размен приходит, ССК даже тратит время, подбирает револьверчик, ну, с одной стороны, чтоб никому потом не досталось, если вдруг соседние противники сюда доберутся, ну и всё, в принципе, ничего им не достанется. Так, простреливают, возможно, кто-то на позиции верёва, конечно, может быть, на самом деле, атака очень глубоко возвращается обратно, и защите, наверное, здесь ничего не удастся сделать. Ну, возможно, какую-то, знаешь, минус экономику и сделают для команды No Pressure, но с точки зрения раунда, потому что тяжело, чтобы там полетел пробив, подожди, Родгар, минус 2-1, ну и всё-таки до центра с дедефьюзили, но там дальше уже вроде как-никак не получится, там ещё и Вайпер накидывает, но 2 в 2, подождите, интересно. Заруинен! Заруинен Вайперсбайд! Ай-яй-яй-яй! Да вы чего? Я, знаешь, вот честно хотел сказать здесь присутствием. Дина ставит пачку, не совсем стандартную, ну и будут СМИДа её оборонять, в то время как защита, по большей части, на базе защитников, ну и за жёлтым. Так, ну и по ютилити, конечно, там ещё 2 молотов есть у Арчу, в принципе, и этим моментом можно выиграть раунд. Ну давайте посмотрим, дефо, пока что фейкует дефом, есть минус 1, уже 4-3, а вот уже и 3 в 1, переворачивает Ацклауд тоже погибает, и это всё сделал Хроникл. 3 минуса от Хроникл принимает решение, подревил разыграть со своими тиммейтами, но Дингс был к этому готов, а вот к позиционке Дингса Хроникл готов не был. Ну посмотрим, у Родгара здесь в руках Спектра, в принципе, как и у Шейдос, и 2 Фантома для Дефо и Натса. Вниздога Дюкин юзан по точке Б, поэтому команда НП уже точно никуда не пойдёт отсюда. Да, это 5 в 3, и более того, наверное, всё-таки даже в ретейк здесь тяжеловато будет идти команде Гамбит, хотя вроде как хотят попробовать. Я постараюсь рассказать, если они сейчас на сейф уйдут, о, не, подожди, Шейдос попадается под ультимейт, наверное, здесь реально сохранить те два девайса, что есть, можно, ну и Шейдос может, в принципе, повыграть. Так или иначе будет, а вот у соперников и Би Девайса надо. Ну вот Натс уже ушёл, уже ушёл, а Дефо говорит, Натс, куда-то возвращайся, он реально возвращает, зря, килл сделал. Сейчас выебимый. Там ревайв, ну сейчас ещё, говорит, Шейдос, всё будет нормально. Но посмотрим, что из этого получится, Дина ССК готова принимать, купорисовала поняты, Дефо находит второй, третий минус. Ну вот что же происходит такое, Арш находит размен, наконец-таки два минуса, торчу и размен Шейдос один в один остаётся, можно ревайвить своего тиммейта и попробовать задефить этот спайк. Всё, все ревайв, будет, 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 он проверил, что никого нет рядом, сейчас примерно понимает, где может находиться последний игрок. И Шейдос сейчас может стать просто нереальным героем этого раунда, нужно открываться один, он открывается, но времени, времени не... Достаточно, да, вполне себе достаточно. ССК, правда, с кинжалами, то есть это может принести какие-то фраги прямо на старте, но для этого нужно как-то добраться до этих самых противников, он это делает, одного выбил, это девайс для союзников, можно будет подобрать вполне себе, но опять же, до него ещё нужно добежать, пока стеночек стоит. Рискует здесь ССК и хватает у Шейдоса контроля спрея, чтобы с ним быстренько разобраться и на этом экономическом не жалеет ультимейт Вайпер. И до девайса, кстати говоря, так и не добрались. Это правда, но вот здесь уже Шейдос и Хроникл находят двоих, Арч последний, его, конечно же, здесь вряд ли отпустят, он проживёт в этом гнезде ещё какое-то количество времени, но всё-таки его здесь и префайрами могут задавить, и, в принципе, на размене разыграть довольно неплохо. Арч всё слышит, но времени ещё очень много на дефюзе спайка, поэтому, да, друзья, так всё и плачевно заканчивается для команды НП в этом раунде, 5-1 для Гамбит, и, возможно, НП поставит сейчас паузу. И, видишь, проблема даже не в том, возможно, соперник в спину закрыть, и Редгар в курсе, Али? Редгар в курсе, но перестрелять Дина он не сумел здесь, и Дина отходит обратно, стенку принимать решение пока что не ставить, но от Отклауда размен, точнее, не размен, а ещё один фраг есть, а вот только первый размен подоспел Шейдоса. Да, и не успевает ССК добраться к своим ребятам, ай, он потерял Спайк, Спайк потерян, и прекрасно знает об этом сейчас защитники, но атака тоже не собирается здесь сидеть. Здесь глаза, руки уже начекали Динкса, там рядышком ещё и Арчи, в любом случае, размен будет Дефо на прикрытии, работает по Клауду, не пропускает Арчи, на размен выскакивает Динкс, и, казалось бы, но дальше просто продолжение этой эпопеи. Динкс переживает в этом матче. Ну, может быть. Согласен, согласен. Ну, просто столько отданных своих раундов, это прям очень плохо. Ладно, Нат, пока что живёт, второго надо забирать, третьего Нат переигрывает на равном месте, ну и в итоге вот здесь заберут, конечно же, но путём погибли троих. Ну и в голову, хэдшотом в голову, ещё раз повторюсь, но и поставить точку. Ну ты не сказал там, ты просто сказал в голову. Я не понял, кто вчера говорил. НПН, ладно, потом расскажу, так погибает здесь ССК, Клауд на размене, но опять же, защитники всё равно делают здесь гораздо больше в этой перестрелке. И благо, что есть у Дино, конечно, воскрешение, но Шейдоса по-прежнему отсюда никуда не прогнали. Но Шейдос правильно сделал, что ещё и не музнулся под соперником, ну и сразу же на контр-стенке попытается разыграть этот момент. Я думаю, со стенки вообще нет никакого смысла ему уходить. Опа, Тилджой атакующих, заюзала у нас получается локдаун, минус как раз-таки Динкс, размена Дина. Ну и 3-3 продолжаем. Ох ты, Дефо, ну как же ты отыгрываешься этого шерифа, это просто богоподобно. Минус 2, Дефо подбирает ещё и Вандал для себя, переводится фликом на Дина, но Шейдос его здесь забирает. 8-1, первая. Очень быстрый ротейт, и Шейдос-то поджал этот самый ротейт. Он будет встречать или как минимум слышать Арч, перестреливает Редгара. Это очень важный минус, это в принципе возможный раунд для НП. Прямо сейчас они прожали важные точки. Так, ну всё, уже Шейдос прекрасно слышит своего соперника, поэтому команда Гамбит будет сейчас стягиваться и пытаться этот раунд доиграть. И со спины, судя по всему, пойдёт у нас Хроникл. Ну, желаем удачи команде Гамбит, но, конечно же, команда НП в очередной раз 5 в 3 отдавать ни в коем случае не имеет права. Ну, здесь Арч должен перестреливать Хроникла, имея чуть более приоритетную позицию. Да, даёт свой фраг красавчик Арч, ну и в итоге 2 в 5, а вот теперь уже шансы на взятие раунда практически равны нулю для команды Гамбит. Но мы с вами видели, что из самых тяжёлых ситуаций команда выходит с высоко поднятой головой, но сейчас, видимо, с высоко поднятыми девайсами, которые призывают к сдаче и, соответственно, уходят на сейв. Шейдос, 8-2. Ну, хорошо здесь отыграл Арч, и опять же, по Хрониклу было видно, что он знает, как выходить на эти позиции. Он не просто пробежал, он по коробочкам там начал прыгать Арч, и это, в принципе, готов был законтролить. Ну и потом просто раздал, как батя в этом раунде, трипла от него залетела, может быть, даже... Уф! Как он в воздухе поставил. Ну ты, Шейдос, конечно, да... Что-то разыграют. О-о-о-о! Как это красиво! У Наца тоже, кстати, есть гнездо Гадюки, поэтому здесь может... Ага, ага, поехало, пошло ССК. Есть размен от Редгара, 3-3 пока что. 4-3, прошу прощения, да, большинство для команды Гамбит. Но спайк так и не установлен, и его уже не удастся унести команде No Pressure. Ну а что делать? Дефо контролит выход из-за желтого. Но здесь, конечно же, из гнезда выходить ни в коем случае не стоит команде No Pressure. Нашивают, нашивают, и да, погибает все-таки у нас и Арчи, и ССК. Да, это правда за командой Гамбит и Спортс. Грамотная, закрытая стратегия в защите от Гамбит. Или, возможно, они могли забрать, но почему-то даже не попытались унести. И здесь ССК нормально начинает. Опять же, он без девайса здесь играет, только с ножами. И это самое начало просто прекрасно для его коллектива. Так, ну, возможно, кстати, здесь Арчи никто не найдет у команды Гамбит. И ввиду этого Арчи может попытаться зайти в спину, когда его команда вплотную подберется к точке А. А, там все еще Хроник лапорником выступает на этой позиции, а значит, что проблемы теоретически еще будут у команды No Pressure. Но не факт, что они прям до Талава пойдут эту позицию забирать у команды Гамбит. Ну, вроде как через Тьюбу проходят, да, и здесь вот под кухней могут Шейдоса найти. Но с Шейдосом справиться тоже будет, ой, как непросто. Но все-таки справились вдвоем. Ну и Редгара. Редгара ждут. Редгар. Ах ты. Я думал, знаешь, что Редгара сделает, просто уйдет под эту штуку, под этот мостик и как-то заевейдет. Может, он хотел, не успел, просто не успевал. Теперь свой вертолет активировал. Все равно успел пролететь до того, как поставила стенка. Можно сработать по прострелу, но выживает. Там все это время Дино. Натс погибает после этого. И Спайк-то. Где Спайк? СССР сейчас приносит заветную пачку. Но Хроникл уже начинает понемножечку хоронить атакующих. Несмотря на то, что они отыгрывают сейчас в меньшинстве с Редгаром. Активирует ультимативную. И старается вот с Динксом постреляться. Очень мало здоровья ему так и оставил. Ой-ой-ой, не попал клинками Артурчик. Редгар минус 2. Динкс, последний по нему есть. А необходимая информация ставит турельку. Под эту турельку будет драться. Но у него еще есть два наносформа, которыми он может как-то соперника застать врасплох. Но нет, Редгар минус 3. Ну как же здесь Редгар 1 в 2 на КТ переигрался. Тут закупаться. Они будут делать все, что угодно, чтобы не выпустить противников на этой самой 12. И придется это делать с очень плохим баем, а не в защите. Короче, все очень-очень грустно. У НП на них, возможно, одна из лучших карт. Но Гамбиты к ним готовы. А вот стеночка интересная. Можно зайти на А. Посмотрим Динкс. Должен забирать хотя бы одного. В этой ситуации так и случилось. ДП погибает двоих. Забирает Динкс. ПКМ отлично работает. Подбирает себе ГОС. Ну и крутит дальше своего соперника в спину. Но там уже и Клауд подходит. И команда Гамбиты Спорт пистолетку проигрывает в чистую. Ладно, что у нас раунд через мид. Сейчас стеночка будет. Это зонево еще, видимо, у вас защитников не попадает. Еще одним. И один хп остается у Динкса. Какое чудо его спасло. При этом сам он оставляет двадцаточку. Натсу Хроникл погибает. Клауд здесь двоих просто вычеркивает из раунда ССК. Продолжает разбираться с очень битым Натсом. И только два в итоге агента остаются, чтобы разруливать всю эту ситуацию. И то, наверное, у них это не получится. Да, Редгар тоже погибает. И последнего тоже. Сейчас Тингер, Спектр. Даже два Спектра у команды Гамбит. С этим реально можно драться. Поэтому ССК и команде нужно сейчас внимательно отнестись к шестнадцатому раунду. Так, здесь очень агрессивно пушат у ССК. Один хит. Но это, в принципе, не мешает его коллективу, а именно Клауду, двоих в итоге оформить. Правда, погибель все равно своему пришлось найти. Ультимета не будет. Спайк устанавливается. Там не совсем как бы бай. Ну, такой уверенный форс с револьверами и спектрами. Пачка установлена. Ультиметов на выбивание нет, как и на деф в принципе. Но разве что обилочками еще можно подзадержать. За спину отвечает Редгар. Но мы видим, что четыре игрока находятся сейчас как раз-таки на фронте. Три из них вообще вместе просто как непобедимый кулак стоят просто и готовы встречать пацанов. Но никто на них не выходит. Очень грамотно играют гамбиты. Прячутся до последнего. Но не перехалдят ли НПшки? По итогу, по-видимому, нет. Не перехалдят. Хотя Дефо пытается исправить ситуацию одного. В итоге отзонили игрока защиты. Можно здесь разыграть. Да ладно, что происходит? Я не знаю, как это комментировать. Какая жесть. А времени хватает. ССК, по-моему, да? Нет, это все-таки Дефо заюзал. Клинки. Влетает от соперника и всеми клинками промазал. Да, но он фейканул. Говорит, пацаны, словно, помните, из рекламы Ментос такая овечка просто говорит. Я сейчас все сделаю сама. Это было лиф 30 назад. Ну, где-то там. Как раз мне 29. За годы рождения я видел эту рекламу. И Killjoy команды No Pressure. Опа. Наносворм на месте. А все? Раунд за команды No Pressure. Причем мы такой же раунд видели против Арзовчера. Помнишь? Они забежали на... Так. Ну что, здесь попытка опять на А выйти. Опять Спик 3. Хотя нет, есть три полноценных девайса. Есть ультимейт у Натсу. Также есть опенфраг по Диночу. Михаил нас покидает. Можно ультовать, в принципе, Натсу уже. Или хотят еще ближе подойти. Не знаю. Там Хроникл продолжает. Настреливает ребята зеленой команды. Причем делает это очень агрессивно. 33 хеллспоинт у него остается. Ушел, видимо, на Астралию. У него сфера... Еще одна сфера есть. Может подхилиться. А ульта Натсу уже тикает вовсю. Проходит Арч. Не дают ему разобраться вообще ни с кем. Повторная установка Спайка. Потому что есть Клинкин. И здесь действительно Артур сам пойдет драться с своим соперником. И Шейдос его здесь не отпускает. Слишком ярая агрессия. Не слишком огромная концентрация со стороны коллектива Гамбит и Спортс. Дина попытка размена безуспешна. А вот от Клауда есть минус. Но и ревайф моментальный. Ты смотри, что Клауд творит. Но это все равно еще 4 в 4. Но без дефо для команды Гамбит. Да, там по итогу просто ССК сохранил оператор. Дропнул его Клауда. А сам вот с кинжальчиками отыгрывает. Арч нигде не ставил свое гнездо гадюки. Опа, здесь Динкс познакомился с Натсом. Встреча прошла максимально удачно для Динкса. Договора подписаны. Прощайте, мистер Натс. Меньшинство наступает для сейчас атакующих. Хроникл не боится здесь ультовать. В принципе, можно отдать Редгару установку Спайка. Тогда получится и гнев охотника подзарядить здесь. Пацаны, в принципе, сокращают дистанцию. Арч не хочет отдавать эту позицию. Пока просто слушает здесь перестрелочки на базе защитников. Не успевает нажать Ешечку на Хроникл. В итоге Клауд уже триплу здесь оформляет. На Эйс может рассчитывать. Спайк установлен, но могут сыграть на ультимейт. Ну и, пожалуй, все. Так, Ревил прилетает за Йеллоу. Ну и, соответственно, здесь Шейдоса спалили. Редгар, конечно, в этом гнезде гадюки. Очень много здоровья теряют. Ну, посмотри, что делать. Он уходит и успеет ли прожить дальше. Нет, 4 минуса от Клауда уже. Шейдоса один в два в клатч. В моменте очень важном, будет ли двенадцатый или же нет. Пока, смотри, вдвоем, вдвоем за Желтый крутят игроки коллектива. Но Преша первого забирает, и второго! Подбирает Редгард. Теперь будет в четвером отыгрывать. Но опять же три Вандала есть. Борются до конца. Закуп произошел. Хроникл уже подходит, разбирается. Еще одним знает, что один из парней находится за бэксайтом. Но их там двое. Возможно, второго-то как раз-таки не подозревают. СССР с оператором. Там залетает Дефон, Адэш, и с ним сразу же Клауд распрощался. Три игрока там в эксайте. Ну, их просто сейчас зажимают по одному. Так остается Хроникл против двоих. Есть еще одна сверка. А, против троих, извините. Одного воскресили. Два-два-два. Падают. Есть возможность похилиться. Оверхилд. Вон это идея. О-хо-хо-хо. Офилишес. Ну, а за серию поражений там накидывают 2 900. Угу. Плюс первый армор. Ну, там все равно чуть больше было бы, если он погиб, мне кажется. Ну, ладно. Чего деньги считать чужие, правильно? Согласен. Здесь надо считать количество раундов. В итоге выбачивает дэш, в принципе. Спайк-то установлен. О-о-о, слушай. Ну, там три ульта есть в атаке. Один из них уже прожат. Ну, еще два в защите. Это и... И локдаун. И локдаун, да. Это и гнев охотника. То есть там очень много всего есть на выпушку. Ребята из атаки. Вопрос получился. Ну, почему-то, мне кажется, что гамбиты здесь вывезут. Хотя здесь открывается хроникл с не самым лучшим девайсом. В итоге погибает от Арча. И сейчас вся атака от зоны на максимально далеко. Можешь начинать дефьюз. Но там все еще лежат вайпер с байты. Размены происходят. А время-то тикает. Так, размансовали здесь бедному Арчу. Он погибает на фото. Клинками забирают также единый ситуацию. 23 миль. Что для команды гамбиты спорта? Последний остается Клауд. Клауджи и Клауджи. Все, в последнее время. Я даже скажу, что это весьма вероятно проблемы сейчас у НП. Там целый хроникл в живых. Всего лишь один. Да, но это целый хроникл. Так, сейчас, в общем, получится на него пораспрыгаться. Здесь, в принципе, даже до половины может довести. Я думаю, что пикать его будут с поздним таймингом. Успеет отпустить. И даже про-почтип. Он даже звук был, по-моему. Под плент А, под пирамиды. И тут постепенно палятся, палятся игроки заходящей стороны. И вот все-таки ССК за дефолтом находит свой первый фраг. Второй будет нет. Все-таки хроникл его переиграл. Ну и здесь выходит у нас товарищ нацию хоронит Динкса уже. Это 2 в 4. Арчи, Клауд. Ну, в ретейк здесь, конечно, тяжело будет. Да, здесь, в принципе, тяжело играть такие моменты, когда большинство. Потому что, ну, тут слишком много позиций, где вот прямо сейчас. Они могут быть на мосту, в таннеле, в базе, ну, в спамне атакующих. Сейчас могут быть где угодно игроки атаки. То, что сейчас Клауд пытается выбить в таннел, ну, у него получается это сделать. Но их слишком много. Хотя, в целом-то, размены неплохие получили. Но в шутерах случается абсолютно все. Поэтому я не удивлюсь, если команда НП здесь даст очень ярый бой своему сопернику. Ну что же, от дефо есть пирамиды, Клауд погибает, размены никакого нет. И под базой Б огромнейшие проблемы. Арш нашел фраг престижа. Ну, это все. Это причем фулл-закупка была. Да, я тоже хотел сказать. Вот ты вроде такой размышляешь. Начинается файт, хочешь передать уже слово. А все уже, все закончилось. Уже все три погибли. Спайк на руках. Там в спину. Или откуда-то там сейчас по деньг, что прилетело. Видимо, просто понашевали в эту позицию. Все. Обнаружен здесь стайпер. Хотя он успевает разобраться со своим визави. ССК при этом крутил через коннектор. Уф, хорошо переводится. И один против двух. Вопрос, ты более компетентен на этой карте. Какая сторона здесь сильнее? Атаки? Я думаю, что атаки, причем жестко сильнее. Прям вот. Мне кажется, во многом, да, вот этот раунд показательный. Что если, допустим... Ну, а команда гамбит, мы с вами видим, да? Точка А, точка Б, точка Б, точка А. Вот так вот мансует постепенно по плантам. Ну, и первый минус по Артуру имеется. Выбили Райфл Ган и пытаются Дингза здесь прострелить. Но он банально за текстурой, которая его и сейвит. От выстрелов в Натс. Минус по Дингзу. Выиграна дуэль сайферов. И последние игроки команды. Ноу Прэшер, я думаю, так, знаешь, разводит руками. Ну, а что нам еще делать? Ну, вот видишь, они просто... Они же по одному месту пошли, просто по коридору. То есть никаких сплитов. Все суперстандартно. Я понимаю, там экономически... Но они даже не ждут. Команды зачастую могут поиграть как... Клауд, окей, Клауд, Клауд. Не, не, все, все. Кады есть от команды No Pressure. И реально сейчас дождется Дингзу и снова дуэль сайферов будет выиграна Натс. И там Дингз, я думаю, сейчас, ну, не совсем приятным образом, наверное, высказался в адрес своего визави. Конечно, не имея ничего плохого в контексте. Да нет, он сразу же в TeamSpeak сказал, боже, как же он крут. Ребята, их нереально выиграть. Они сидят и ждут. Так и было. Типа, давайте Натс быстрее играть. Это нереально. Это карта не для нас. Так, ладно, здесь раскрывает ядовитое облако. Арч, никого особо не видно, кто хотел бы через него пройти. И через коннектор уже пробежали. Гамбиты будут заходить на Б. И у Арчи могут быть проблемы, потому что его сплитом хотят здесь есть. А защита только сейчас начинает перетягиваться. Арч в итоге открывается, будучи уязвимым для позиции Хроникла. А вот это уже ошибочка. До свидания, говорит Клауд. Что вы делаете? What happened? Oh, heaven. Ну и здесь Шейдос на перетяжке подловил еще ССК на центре. Ну и в итоге здесь Клауду заюзал. В итоге у нас клинки. И вполне вероятно здесь он даст жару. Нет, все-таки Натс вместе с темейтом неплохо его разыграли. И также Натс находит третий фраг для себя в этом раунде. Натс прочитает своего оппонента справа или нет? Да. Прочитал, но не попал ничего. Дефо разбирается с Диночем. Ну и там все еще известно, что Арч прямо под окном промахивается. Клауд дважды. Хоть и был помечен Дефон. Арчу проблем сейчас доставят. То есть его пытаются выпушить. Наконец-то это получилось по флешку сделать. Хотя, я думаю, слишком много времени все равно он выиграл. Там 15 секунд остается до конца раунда. Нужно бежать на всех на ножках своих, чтобы поставить этот спайк. Удается отзонить базу защитников. Еще один фраг от Дефо. Но на этот раз уже воин с маршалом под никнем МССК не промахивается. И шанс-то есть. Так, и там-то Пауэл делает Шейдос. Попытается в спину зайти к своему сопернику. Ну а Редгара здесь нужно будет мансовать за стеной. Видит оппонента. Ну да ладно, Редгар, что это было? Как же ты хорош. ССК. Ривил сломать не успел. Но он не попадает под просвет. Времени все меньше и меньше. ССК есть Ван Дал в руках. Все, Редгар по нему точную информацию дает. Ах ты, Шейдос промазал, как обидно. Но тем более спайк вроде как стоял. Так, ну Клауд дает очень много информации. Сейчас Дина спасается от ульты совы. Дина, точнее Арч все-таки минус по Редгару находит. И есть фраг от Клауда. Преимущество на два игрока. 5 на 3 ситуация. Размен от Хроникла имеется. 3 в 4. Чуть попроще стало команде Гамбит в этой ситуации. Ну и будет напрягать. А вот и Шейдос уже отошел через центр и закрыл поджимающего Клауда, который успел уйти уже на девятку. Но ССК все-таки дал свой размен. 2 в 3. Оператор для ДФО и Вандал для Хроникла. Что они будут здесь делать, пока не совсем понятно. Они будут забирать спайк. И наверное все-таки возможно по карте чуть шире растянутся. Там пацаны уже на Б бегут без шансов. Они поставят спайк на Б. Если конечно ССК не успеет прибежать туда раньше. Потому что здесь довольно аккуратно двигаются ребята. В спину при этом выехал уже Арч. Ну все, сейчас у ССК и вот этого дуо. Ди-дуо, как говорят. Да, возможно случится очень интересная встреча. Я думаю ССК не прочекают. Он в этом тайминге ими, мне кажется, не ощущается. Ой-ой-ой-ой-ой. По-первыхому промазал, но потом естественно выбивает быстренько спайк. Установка будет произведена. Или нет. Арч успевает занять позицию Акна Шейк. И только первое отдали. На Аркаде встречает своего оппонента Клауда. И Клауд оказывается сильней. Вандал переиграл. И это в очередной раз доказательство того, что Вандал больше, чем Фантом. На этой карте как минимум за счет расстояния. За счет позиции, да. Хорошая флешка на самом деле под Динкса была. Еще здесь накидывает птицу. И подает птицу и тут Пикаца. Артурчик выживает и Динкс им помогает жить. Прилетает сюда Шокдарт. Неплохой. И Хроник выпадает Шокдарта, отыгрывает первого и второго. Слушай, ситуация-то моментально становится 2 в 3 из 5 в 2. И это все еще можно играть. А Динкс-то за дефолтом. У него есть информация минус Арч. Нет, кстати, под Динкс-то инфы сейчас нет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. 5 в 2 была ситуация, мальчики. Ой-ой-ой, как же вы так-то отдаете. У Дино стата 0,6, по-моему, за все это время. Все, понимаете, мфа. Ну, Хроникл здесь драться уже точно не нужно было. Шокдарт. Минус Хроникл? Веду разведку. Да, Минус Хроникл здесь. Но и остается только один противник сейчас для дядьки Дино. Михаил, все в твоих руках. Статистику можно выправить прямо сейчас. И, что самое важное, можно выправить количество выигранных раундов. Но там, по-моему, закрутил уже Редгар. А, все еще. О, топнул. Редгар знает, где Дино. И это не составляет проблем, чтобы... Ну, опорник на базе Б у команды No Pressure. Первый погибает. Это Артур ССК. Дино пытается с Маршалом дать хоть какой-то ассист. Пока что безуспешный. Динкс также понимает, что ему выходить в репик в соло здесь никакого смысла не имеет. Ну, и накидывается у нас Молотова в дефолт. Ну, и Нат здесь просто за токсик стрином попытается что-то интересное придумать. Нашел. Нашел Динкса в очереда раз. Дуэль Сайфер за Натсом. Ну, и вот теперь 2-5 точно не отдастся командой Гамбит. Последняя остается Дино с шестью хп. И это бесповоротная ГГ в первой половине 8-1. А это минимум двукратное преимущество для коллектива Гамбита Спорт. Не, там капец. Гамбиты идут. Просто такого не было. Не, не случалось. Ладно. Что, у нас есть деньги у защитников. Клауд еще и с кинжалами. То есть у него тут вообще раздолье. Он поджимает мид. И это работает. Да и Динкс там, кстати говоря, находит Дефу. Какая жесткая оборона именно в этом раунде. И большинство сейчас как раз-таки у НП. Но Спайк ставится ультимативно от Хроникла. Тоже уже покрывает практически весь Бэп Лэнд. Ну и защитники сплитовать будут. Это шансы для Гамбитов на подходе. Если удастся выбить именно ту позицию, где только один игрок играет. Да, ну зайти в гнездо Гадюки придется команде. Но прессор. Не видит Клауд своего соперника. А вот теперь замечает, но слишком поздно. Это Хроникл. Минус от него имеется. Шейдос на размене. Один в один ситуации. И Арч проигрывает ее. Какой-то выход в спину к своему сопернику. Но команда Гамбитов по точку. Она цель на 100%. Полетела ультимативная от Редгара. Редгара здесь с Клауд забирает спину. Динкс тоже погибает. Но у нас пока что на этой карте Хроникл чувствует себя уверенно. Да, второй также минус для Клауда. В спину зашел и порядок навел. Но там еще два игрока со спины у команды Гамбитов. Так что здесь нужно что-то придумывать. Ну Дефу классно. Мансит на самом деле здесь. Но его просто зажимают уже. Они слишком близко подошли. ССК удается за ивейдить здесь перестрелочку. Фраги все равно будут совершены. Не удается Динот и стрелять противника. Но с классиком на перевезду. В сторону атаки. Ну и две. Два токсик скрин атаки у нас под точкой А. Ну и первый минус от Динкза. Погибает Хроникл. Полетел ревилл за дефолт. Ну и Шейдос попытается как-то здесь с Дабл Дорс переграть своего оппонента. Но пока что безуспешно. Да, там урона очень много вливается. ССК 2. Три минуса. Просто изничтожили команду Гамбит и Спортс на этом пистолетном раунде. Символический Редгар остался в соло. Но это 5-0. Как же это звучит символически, Редгар. Натс испытывает некоторые проблемы, конечно. Там Шейдос должен прикрывать сверхотуры. Да, справляется при поддержке Натса. Конечно же здесь просто в кроссвайр разбирают пацанов. Натс при этом два фрага уже делает. Потеряли, конечно, Шейдос. Но ничего страшного. Два противника лишь остаются великолепной. Нефлик-то переводочка. Ну и Дино со спектром все-таки перестреливает Шляпника. Но информация прямо есть. Шансов, наверное, вот как раз таки нет. Ну да, это минута молчания в честь Дино. Который погибнет здесь. Потому что 20 дней выпустят по всему миру. Да, конечно, не выпустят. Куда? Там флешка прилетает. Но его здесь просто за кибербуллеты, я думаю, сейчас. И при фаером дофу будет купить сюда в эту позицию. Так и есть. Так и есть. Команда Гамбит берет для себя. Я видел, да, такой. Там чисто, да, они шарат. Ну, кто знает, тот знает, ребят. Можете, когда на этой карте играете. Есть смачок. Шейдос будет в нем принимать. Видит два. О, ну все, друзья. Дамы и господа. Гамбит. Со счетом тренадцать. Пропушила команда No Pressure. Попытается дальше здесь задавить своего оппонента. Но Редгарище живет. Пока что от Шейдос есть первый минус. О, боже мой. А не добил, не добил над своего соперника. Но помогает Шейдос. Все нормально. Это пять в два. Уже большинство для команды Гамбит. И такой раунд уже забрать. Но Pressure будет очень тяжело. Ну, а не вчера и камбэкали. Пришлось им камбэкать, по всей видимости. Здесь тоже сначала придется немножко подотпустить. Хотя они выиграли у Фарзов пистолетку вчера два в четыре. Здесь два в пять. Глядишь, и выйдет что-то. Но нет. Повтора предыдущего. Так, полетели гранаты под девятку. Готовый коллектив No Pressure выходить на базу B. Посмотрим, что из этого получится. Над в упоре переигрывает своего оппонента ССК. Арч на размере неплохо разыгрывает. Но здесь уже и Клауд вступается за команду. И пока проблема у команды Гамбит в этом раунде. Втроем они остаются против четверых игроков атаки. И здесь уже, по сути, No Plant не должны отдавать No Pressure. Должны его сначала поставить, а потом уже разыгрывать. Но здесь пока что мы слышим, что и Хроникл с девятки, и с КТ уже приходят игроки постепенно. Нет, все-таки втроем с девятки, я думал. Одного с КТ отправят. И что пошло делать команда Гамбит? Закрывать спину сначала, прощекать, а потом уже выйти в ретейк. Пока все равно дымы у нас находятся здесь. Как же выпрыгнул прямо на дуло этого фантома. Здесь Дефой. И Клауд минус три в этом раунде. Арч добирает еще одного игрока на базу B. Похоже на них в этом неспешном темпе. Но сейчас одной флешкой Оман там все это закроет. Да, полная остановка этого пуша. Правда, все живые. И это хорошо, опять же, для атаки. НПшки могут здесь набедокурить для противника. Но вот пока просто простыми разменами заходят. Все-таки на плент. Редгар пропускает здесь бегущую Сейдж. Дино при этом разбирается с Айфером. Падают и мисс флешки. Остается лишь два игрока защиты. Против троих, в принципе, разыгрывают таможенные. Информация есть, я думаю, по всем игрокам сейчас. Может быть, вот разве что про Клауда, может быть, не знают. Ну и все. Так, ну что же, Астра еще один дым раскрывает. И, кстати, под этим дымом Клауд Редгар, возможно, не увидит. Но вот теперь точно будет ждать его с этой позиции. Но дропся вниз, конечно, очень опасно. Клауд здесь король положения. На релоуде выйдет. Наверное, все-таки Редгар здесь перестреляет. Либо же Редгар просто идет на сейф. Нет, никуда он не уйдет. Там вся остальная команда. Так, там на буполках полетел у нас Клауд. Есть по нему информация. Клауд, кстати, погибает. Размен от Артура ССКА. Еще есть опорник. Арш ревайвает моментально Клауда. И будет заход у нас на точку Б. Ну, в КТ за дымами Шейдос сидит. Прекрасно слышит дроп оппонентов в плент. И вот теперь будет выходить, скорее всего. Опа, ЧК. Здравствуйте. О, О, Шейдос. Минус три. В итоге в раунде. Дина последняя остается. Собака кусает за лицо. И собака здесь по препятству Дину для установки плента. Опять на вентиля много игроков. Там нет контроля вообще девятки. Потому что Натс прожал. Но вот Дина этого, по всей видимости, ожидал. Деф вот так же читался для ребят из НП на рампах. И это агрессия, которая в итоге и позволяет НП зайти бесплатно практически на плента. Просто потому что были абсолютно прочитаны гамбиты. Так, ну, возможно, если Арч погибнет, тогда, может быть, шансы появятся. О, подожди, там Шейдос двоих забревает. Нормально. Вообще так нормально. Шейдос здесь покуражился. Ну, и тиммейты готовы уже так же подсобить ему с КТ. Три в три. Да, конечно, по девайсам преимущество на стороне команды НОУ ПРЭШЕР. Но, знаете ли, дорогие друзья, ситуацию пять в три довести до три в три. Это всегда опасно. Ну, и такой нетривиальный мув от команды НОУ ПРЭШЕР. Пойти Аркадий девятку, и в итоге Хроникл забирает Плауда. Арч остается очень битым, и его здесь, как мне кажется, все-таки задавят. Нет, Арч живет. Все-таки задавил его Редгар на один в один Дино против Редгара. Шмокер против Смокера, и они встретятся на рампах. Оказывается сильнее. Ну, а дальше, я думаю, уже исходя из каких-то данных, которые будут получены при разведке, будут что-то интересное думать. Но пока Хроникл находит фраг по Дино на подпуши гаража, но такие, наверное, активные действия и нужны были команде Гамбит, чтобы начать с энтри фрага для себя, и более-менее комфортно в закрытую стратегию разыгрывать. Все-таки, да, когда ты полностью отдаешь центр, ты прекрасно отдаешь себе также отчет в том, что, заходя на позицию, команда соперника всегда будет в преимуществе, и только, да, невероятная коммуникация внутри команды, звеньев там на точке А, будь это заход, на точку Б. То есть, если ты всегда разменишься хотя бы один в один, ты тогда можешь дать шанс своему коллективу на ритейк. Ну, а здесь заход на 9, шикарная флешка была, очень классная. Ну, и под локдаун команда НП заходит на плент с попыткой поставить спайк. Клауд разбирается с Хрониклом, ультимейт защитников почти сработал, в него наверняка попадет, как раз-таки Клауд, но нет, этого не происходит, он просто погибает, времени просто нет выйти на плент, 10 секунд до конца Дингса стирает дефы из раунда, но там два выживших игрока, которые принимают решение сейвить, уносят отсюда спайк, и вот те самые сохраненные девайсы. Очень быстро от рейзы, Редгар пока что не умирает, Спрей на 100 долларов разбирается с Клаудом, но после этого, естественно, погибает, а здесь просто не прочитали нац, и была попытка потом его уничтожить, но, тем не менее, Спрей он законтролил раньше, чем противник, но в итоге 2 в 3, шейдос, вот так вот его прыжочком прочекивают, вот так вот шейдос на это дело отвечает, 5 в 5. Вот и все, здесь, а, я знаю, я помню эту камеру Ангела, она тогда, по-моему, привела к смерти, потом ее опасался очень сильно, постоянно ее проверял, но в этот раз эта камера ничего не принесла. нац, и он просто здесь погиб, но он тогда не против нац вроде бы играл. Так, ну ладно, здесь также погибает Хроникл, герой прошлого раунда в том углу, и в итоге это 6-6, по всей видимости, потому что атакующие-то просто проехались катком по защитникам, по флешку пытаются выйти дефу, и одного-то зафлешил, но там их трое, так что, извините, не получается. Остается Редгар против 5 игроков, сейчас становится пайк, и мы просто будем ждать, когда же он погибнет. Спасибо, что недолго, в принципе. А что эти нет, но как минимум на рампах сейчас очень сильно два игрока шумят, другие пока не показываются, это приносит праги и тем, и тем, но больше, в общем-то, гамбитам как-то не часто бывает в встрече у этих ребят, потому что там, опять же, пистолетки за НП чаще всего уходили. Так, в итоге меньшинство, но спайк-то идет именно сюда, Динг сможет успеть напортачить, ну, для противников, естественно, в смысле, наделать бед для них, вот это я имел в виду. В итоге, да, он справляется с Редгаром, и еще и живет при этом, но, наконец-то, кажется, его выпушивает, но уже теперь Арш берет на себя вот это первенство по создаванию проблем. Клауд все-таки вынужден доигрывать за остальных, потому что Арш все-таки вырубили, но и Редгар, и Хроникл не закупают себе спектров, то есть с гостами, идут первыми, погибают, и второй тоже погибает, и три, что? Вот о чем ты говорил, вот об этом ты и говорил. Экономически проигрывают сейчас гамбиты, потихонечку, опять же, девайсы наотдавали, они могут быть собраны, а Хроникл без спектра, соответственно, как-то здесь сопортить нацию ему придется очень-очень сложно, но в любом случае пачка будет установлена, может быть, Хроникл промутится через базу защитников, это вполне вероятно, потому что там еще не сместился Динг, с которого можно будет как раз поймать. Ой, какой же тайминг сейчас для Натса, все, Натса задетектили, и теперь Хроникл сам за себя, Натс сам за себя, ну и здесь Арш летит просто на него, хорошая первая голова, вторая будет, ах, патронов не хватает, ну что же, один в два, Натс, один в один остается против Дина, и вот у Дина по нему сейчас точно информации нет, но времени еще предостаточно, можно монсовать, но и Натс на слух будет играть против своего соперника прямо сейчас, тот садится на деф, Дина обходит, Дина сейчас встанет, после того как... И вот тот самый локдаун, пацаны будут заходить на точку Б. Так, ну что же, как здесь справится команда No Pressure, давайте посмотрим. Тяжеловато им будет в этом раунде отыгрывать, не имея двух полноценных игроков с девайсами, но под клауду хорош, выстрел был Шерифом, Арч продолжает тушить своего соперника, Арч, как же ты хорошо отыграл, но Редгар два минуса подряд отвесил, и в итоге Редгар и Хроникл против Динкс Джей и ССК, ну, те еще пока что далековаты, позиций не имеют, поэтому, ну, они в ретейк пойдут 100%, два девайса есть. Да, определенно придется, и опять же, судя по деньгам, у них будет бай на next round, здесь нечего сейвить, но с другой стороны, нет, надо, надо обязательно, да, в любом случае ломать как-то экономику, потому что это еще можно сделать, еще раундов сыграно недостаточно, чтобы совершенно потерять на это надежду, дропыть, спасены под девятку, не попадает сперва Редгар, но получается потом уже сработать на репике, но здесь по экономике ультимейта все лучше в НП, но Гамбиты уже на пленте, вот в чем проблема, у вас только 45 секунд, чтобы исправить это досадное недоразумение для НП, ой, 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 Натс, нож будет или мы так постреляем, нет, просто постреляем, не хочет стоять ССК на месте, двигается, дергается, поэтому с ножом возникли бы проблемы, Дефон, видимо, подозревает, что здесь есть еще один противник, Натс начинает с ней перестрелочку, проигрывает, но моментально, и Клауда забирает, но не ожидали, они, видимо, что они вот так крутанут, после того, как спай установили, резнут, конечно, пацанов, миллиард разменов, Дефо в итоге три фрага, за раунд, последний выживший, но и ему не дают шанса, 7-11, хэт раунд, наверное, не будем кривить душой, что это, скорее всего, будет ГГ уже, на Арчи имеется заход, на релоуде уходит за бэксайд, и тиммейтам поступает информация, ребят, помогите, но он, на самом деле, очень хорошо поработал по двум соперникам, но вот мог и второго забирать, но пока не получилось, Ротгар минус под Клауду, аж 4-3 ситуация, большинство для команды Гамбит, ССК на 9, у него есть информация, как минимум по одному игроку, атаки под собой, но там их аж целых 2, ну, из-за того, приходит ищите мэйт, который готов будет подразменяться, в случае чего, но здесь уже и дымы, а то, например, на его ССК текает в городу, Динкс минус еще под ОФО, это уже 2 в 3. Я думал, что ССК продолжит, он, наверное, не увидел 2 под собой, или почему, мне кажется, но они оба его не смотрели, он убил одного, и сразу же поехал на Астрале, мне кажется, просто не заметил, как-то пушка там закрыла немножко обзор, ну, ладно, неважно, но в итоге тиммейт под никнеймом Динкс отыграл как надо, вышел револьвер, реализовал, немножко фейк ТП, хроникл разбирается с Динксичем, ну, и остается капитан Редгар, правда, ненадолго, круто, так, Динкс с ромбами дерется, ой, как хорошо получается, а там, видимо, через тело Шейдоса прилетело еще и Дефо, и вот Турелька так добила, но Турель гже-гже, ну, и, соответственно, заход-то на планету уже есть, так или иначе, 15 секунд до конца остается, а Редгар пойдет в спину, ну, тут как-то Натсу надо жить вместе с тиммейтами, я не знаю, как это вообще у них получится или не получится, так, ну, Натс здесь не выживет, я думаю, да ладно, Натс еще, пистярище, обалдетища, Редгар еще и минус по 1, и 3 в 2 в итоге ситуация, дорогие друзья, выбегают из поля владения, поля действия, точнее, Арч минус по хрониклу, Натс живет, нужно ждать Редгара, так, есть голова, Натс, что ты творишь вообще? Ну, Натс, просто жесть, а потом половину уже сделал, он еще раздефьюзит, нет, все, здесь уже флешечка полетела, и я не знаю, что сказать, очень жестко разобрался, это 8-12, да, с одной стороны берут экономичный, как не было внесено по сопернику, как такового, ну, может, чуть-чуть по Редгару, может быть, просел, хроникл тоже немножко проседает, но перед этим, как следует, просадил самого Дино, и это меньшинство, в таком раунде, где вообще ничего нет, так же погибает еще Арч, ну, друзья, мы, наверное, уже с вами готовимся знаменовать конец этого гранд-финала, но Клауд еще сопротивляется, правда, хрониклы тоже возвращают к жизни, он приготовится вместе с союзниками противостоять этому сопротивлению, Спайк будет ставиться на новый дефолт, ну, и Натс в спине, об этом расскажешь, ты? Да, первый минус есть, размен абсолютно неравный, 2 в 4, ну, и только Клауд и Динкс могут спасти этот раунд, и игру для своей команды, в противном случае, Гамбит побеждает в этом гранд-финале 3-0, но давайте смотреть, есть еще одна буплка у Клауда, раскрутиться как-то можно, есть турель, хороший минус от Динкса, 2 в 3 играть можно, Клауд уходит под своего позицию, но все-таки погибает Динкс, пока у нас есть информация, хороший фраг от него, 1 в 2 уже накидывает гранату на 90, и все-таки его переигрывает, но это было